Продолжение следует... Начинаем. Тема сегодняшнего вебинара – это оценка в проектной деятельности. Мы живем и работаем в эпоху перемен, осознавая, что основная задача школы сегодня – помочь ученику из объекта нашего педагогического воздействия превратиться в полноправного субъекта учебного процесса, дать ему возможность разделить с нами ответственность за результаты его образовательных усилий. Это радикальным образом меняет цели и процедуру оценивания. Оно должно не просто подводить итоги достигнутого, а стать отправной точкой, за которой следует новый виток развития. Фактически, мы должны подготовить выпускника школы к модели обучения на протяжении всей нашей жизни. Казалось бы, это не ново. Оценка должна мотивировать ученика на последующие образовательные достижения. Однако мы все знаем, что часто школьная отметка не только не говорит ничего ребенку о его сильных и слабых сторонах, о том, как он занимался о качестве усвоения материала, но и отбивает всякое желание учиться. Сегодня я расскажу о методике оценивания проектов, разработанной программой Intel «Обучение для будущего», выпускницей которой я являюсь. Я буду неоднократно ссылаться на материалы, разработанные для организации сетевых учебных проектов для младших школьников на площадке началка.ком. Согласно ВГОС, оценке подлежат личностные, предметные и метапредметные результаты. Следовательно, теперь перед нами стоит задача научиться оценивать не только, а сколько конечный результат, сколько пути его достижения. Так, в формулировке метапредметных результатов читаем, освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия, регулятивные, познавательные, коммуникативные, способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности, и организация учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. Именно поэтому мы сегодня говорим о проектной технологии, одним из форм деятельностного подхода к обучению и воспитанию школьников в соответствии с ВГОС. Она лично соориентирована, основывается на самостоятельной деятельности учащихся по получению и применению знаний, формирует широкий спектр универсальных учебных действий. Приступая к планированию оценочной деятельности, мы должны задать себе много непростых вопросов и найти ответы на все, ну, например, как оценить готовность учеников в работе над проектом, как ученики могут показать свои знания и умения, как стимулировать учеников к самоуправлению в ходе групповой работы, как отслеживать понимание учеников и помогать им, как помочь ученикам осмысливать собственную учебу, а учителю контролировать их понимание, как ученики узнают, что они добились целей своего обучения. Планирование оценочной деятельности начинается с анализа стандартов по предмету и смежным дисциплинам и определения предметных, личностных и метапредметных результатов, которых должны достичь учащиеся и которые потом необходимо будет оценить. На основе анализа образовательных стандартов учитель создает список дидактических целей и методических задач, которые должны быть сформулированы очень конкретно, чтобы их можно было использовать для контроля образовательных результатов. Цели должны быть измеримы. План оценивания должен основываться на целях обучения и должен охватывать все планируемые образовательные результаты. Учебные мероприятия разрабатываются на основе плана оценивания и направлены на достижение планируемых результатов. Формирующее или внутреннее оценивание направлено на определение индивидуальных достижений каждого учащегося и не предполагает как сравнение результатов, продемонстрированных разными учащимися, так и административных выводов по результатам обучения. Формирующим этот вид оценивания называется потому, что оценка ориентирована на конкретного ученика, призвана выявить достижения и неудачи с тем, чтобы, опираясь на первые, максимально и эффективно справиться со вторыми. Разнообразие задач, формирующего оценивание, определяет вариативность стратегий и методик его проведения. Вы видите на слайде этапы и цели оценивания. И мы с вами понимаем, что… и вы уже знаете об этом, что оценивание делится пока на три таких больших группы. Это оценивание до проекта, в ходе проекта и по окончании проекта. Итак, существует пять стратегий оценивания, каждая из которых направлена на достижение конкретных целей, содержит определенный пакет методов и инструментов. Следует отметить, что в ходе проекта необязательно использовать все методы каждой стратегии, но абсолютно необходимо в план включать все пять видов оценивания. Второй момент, который нам кажется очень важным, это сквозное использование одних и тех же инструментов на протяжении всего проекта. Первая стратегия, направленная на выявление потребностей и интересов учащихся, это важно не только в проектной деятельности, но и при изучении любой новой учебной цели. Не оценив стартовые возможности учеников, трудно правильно склонировать последующую работу. Задача этого этапа – выявление границ знаний учащихся, или, как говорят психологи, зоны актуального развития и определение зоны ближайшего развития. Мы должны проложить мостик между тем, что дети знают, и тем, что им только предстоит узнать. Поэтому перед стартом проекта необходимо определить первоначальный уровень знаний учащихся и степень понимания учебного материала, выявить ожидания учеников, выявить у учащихся наличие ошибочных и ложных представлений, создать мотивацию к изучению темы, к участию в проекте. И для решения этих задач можно использовать такие методы, как схемы ЗИУ, мозговой штурм, стартовую презентацию и изучение работ учащихся. Перед вами диаграмма Ишикавы, или фишбол, он его называет, которая поможет организовать мозговой штурм. Это своеобразная умственная разминка, совместный поиск группового решения какой-либо проблемы. Инструмент используется на этапе обсуждения учебных вопросов, на которые предстоит ответить ребятам в ходе проекта. Мы склонны считать, что при работе с младшими школьниками проблемные вопросы чаще всего формулирует учитель, а вот учебные вопросы ребята способны сформулировать сами. Это позволяет учащимся выбрать группу, в которой они будут работать на протяжении всего проекта. Важно стремиться к тому, чтобы работа с инструментами оценивания носила сквозной характер. Например, фишбол может быть использован и на этапе проверки готовности к защите проекта, когда ребятам предлагают выяснить, на все ли поставленные учебные вопросы они ответили в ходе своей работы. Я хочу отметить, что работа с мозговым штурмом очень хороша на этапе вхождения в проект, это то есть до проекта, когда мы только погружаем ребят в именно проектную деятельность, знакомимся с проектом, знакомимся с вопросами проблемными и определяемся, кто в какой группе хочет работать. На этом слайде представлена таблица ЗИО. Многим из вас она может быть уже знакома. Такие таблицы очень часто используют в проектах, как выявление знаний и так далее. То есть вот эта табличка, она очень хороша и является, так скажем, сквозным инструментом, про который сегодня говорила. Многие из вас уже видели эту таблицу и знают, что она взята из технологии развития критического мышления через чтение письма. В проектной деятельности этот метод также находит довольно широкое применение. Обсуждение в ходе работы с таблицей развивает коммуникативные навыки, визуально показывает ученикам их путь к новым знаниям, уровень успешности каждого, помогают в определении индивидуальных стратегий обучения и метапознания. Первая колонка «Знаю» заполняется в начале проекта. Как раз можно на этапе до проекта, когда мы только знакомы со стартовой презентацией, и что они вообще по этой теме знают. То есть собрать такую корзину знаний и пониманий. Затем вторая колонка заполняется во время проекта «Интересуюсь» в ходе работы. И в конце проекта последняя колонка «Узнал». Бумажный бланк мы храним в портфолио проекта. Рекомендую, когда советовать всегда своим участникам проектов, обязательно создавать какой-то свой багаж проекта, свое портфолио проекта. Это может быть и командная копилка, это может быть командное портфолио, это может быть портфолио индивидуальное, а можно создать стенд для работы именно по проекту. Есть вариант еще один, таблица ЗИО, это электронный вариант. Но я не буду на нем много останавливаться, потому что чем он хорош? Этот инструмент удобен в том, что можно его заполнять удаленно. То есть это может быть и командная работа, и также индивидуальная работа. Обратите внимание, данный лист заполняется индивидуально, здесь внизу строчка, где написаны имена, то есть каждый ребенок самостоятельно может заполнить свой листик, и не закрывая, поделяясь информацией с другими ребятами. Двигаемся дальше. Следующая у нас стратегия – это развитие самостоятельности и взаимодействия. Очень важная стратегия. Учебный проект нацелен на становление ученического сообщества, групп детей, объединенных и объединяющихся для совместной учебной деятельности, в которой коренным образом меняется роль учителя. Из наставника и ментора он становится навигатором и координатором самостоятельной познавательной деятельности учащихся. Внешней целью образования является воспитание ученика. Каждый может учиться сам. Это особенно важно в 21 веке, когда технологии быстро меняются и постоянно приходится учиться и переучиваться. Самостоятельные ученики эффективно планируют свое время и выполняют задания без напоминания. Они знают, как определить и использовать ресурсы и средства, берут на себя риск самостоятельных действий и учатся на своих ошибках. У детей развивается способность брать на себя ответственность за свое обучение, навыки межличностного общения, понимание обратной связи, навыки оценивания работы сверстников. Методы, которые можно использовать для развития навыка самостоятельности и взаимодействия – это составление плана проекта, как и индивидуальной образовательной траектории, самооценка и рефлексия, как опережающая перед проектом, так и завершающая в конце проекта, оценивание работы группы и своего вклада в работу группы. В качестве инструментов могут быть использованы листы самооценивания или взаимооценивания, рефлексивные карты, листы продвижения в проекте. Итак, посмотрите, пожалуйста. Я хочу представить такую возможность для формирования. Представленный на слайде графический планировщик помогает в формировании учащихся таких регулятивных универсальных учебных действий, как умение сохранить учебную задачу, умение осуществить пошаговый контроль, выполнение заданий. Работая с этим инструментом, ребята видят распределение обязанностей, контролируют сроки выполнения, проверяют свою готовность к защите проекта. Вы знаете, я в своих проектах, я тоже с классом очень часто участвую в проектах, и обычно, когда требуется распределение ролей, я вывешиваю листик с ролями, где в верхней шапке написано, какие роли я могу предложить на данном этапе, и дети сами вносят себя в этот бланк. И этот бланк висит у всех, то есть каждый подходит, смотрит, какую роль он выполняет, за какую функцию нанесет ответственность. Каждому ученику важно понимать значимость своего участия в решении общих задач. Именно поэтому может помочь в заполнении таблиц личного вклада учащихся. По мере выполнения задания ребята самостоятельно отмечают свое участие во всех этапах проекта. Такой вид работы позволяет увидеть каждому ребенку, как работают его одноклассники. Сравнить свое продвижение с продвижением других ребят, а также служит своего рода стимулом для дальнейшей работы в проекте. Создание ситуации успеха способствует осознанию личного вклада в общий успех. Вы знаете, что существует всегда в проектах табличка «Вперед к успеху», «Наш успех», «Мой успех», там все что угодно, где в первой колонке перечислены все команды, а здесь предлагается именно личное участие. То есть каждый координатор на свою команду может составить такую таблицу, дать доступ к работе или же на переменке, или в любой момент в неурочное время попросить заполнить самостоятельно эту табличку. В том-то и дело, что не учитель заполняет, а сами дети. Вот это очень важно. И это действительно работает. К сожалению, не все любят такие таблицы, потому что достаточно это, знаете, временно затратно. То есть надо проконтролировать, чтобы каждый ребенок сел. Но поверьте, это стоит того, и стоит к этому детей призывать. Третья стратегия. Третья стратегия позволяет учителю наблюдать за ходом работы своих учеников, собирать и фиксировать информацию о процессе обучения. Со своей стороны ученики сами контролируют свое обучение, принимая на себя ответственность за собственное продвижение. Основные методы оценивания и продвижения учеников – наблюдение, отчеты о ходе решения различных задач и проблем, отчеты о выполнении проекта, составление вопросов для конференции по учебной теме или прохождению проекта. Для этого можно использовать такие инструменты, как проверочные листы наблюдения за процессом формирования навыков и умений, оценочные листы в продвижении по теме проекта, с фиксацией всех этих этапов работы. Как пример, пожалуйста, словарик с проекта Елены Валерьевны. На слайде представлен бланк продвижения в проекте «Словарик». Учащимся предлагается записать в таблицу слова, известные им по теме проекта, а числовые значения количества слов отметить на графике. В ходе работы проекта ребята записывают новые слова, суммируют общее количество слов и отмечают свой успех на графике. Этот бланк учащиеся заполняют индивидуально. Очень важным является то, что работа по этому бланку изначально создает для ребенка ситуацию успеха, так как стартовое количество известных слов будет явно меньше, чем количество слов на выходе. Инструмент может быть особенно полезен в работе с детьми, для которой русский язык не является родным языком. С одной стороны, такая форма работы дает ребенку возможность самостоятельно отслеживать свой процесс, а учителю позволяет сделать ученика ответственным за продвижение в проекте. А с другой стороны, созданная таким образом ситуация успеха мотивирует ребенка на дальнейшие достижения. Электронная версия словарика. Таблица позволяет ребятам сравнивать свое продвижение с продвижением своих одноклассников, стимулируя их познавательную активность. По завершению проекта учитель организует контроль понимания тех слов, которые ребенок зафиксировал в таблице. Это могут быть индивидуальные беседы с учащимися, составление кроссвордов и записанных слов. В этом случае словарик выполняет как инструмент следующие стратегии оценивания – это проверки понимания метапознания. Использование этого вида оценивания позволяет учащимся понять, что они изучают, как они учатся. Соответственно, задачей учителя является, с одной стороны, контроль за пониманием учебного содержания, своевременное выявление и коррекция ошибок и заблуждений учащихся и помощь детям в устранении возможных пробелов и недочетов знаний. С другой стороны, мы должны научить детей учиться искать и отбирать, систематизировать, интерпретировать необходимую информацию. И делать это на основе знания, особенностей собственных мыслительных процессов и возможностей своей памяти. Это умение является крайне важным для успеха в школе, да и в жизни в целом. Школьники должны понимать, каким образом они учатся наиболее эффективно. Тогда им легче будет выбрать наиболее подходящие способы выполнения учебных задач, полностью реализуя свой потенциал. При этом мы должны понимать о необходимости формирования культуры мышления. Методами оценивания являются дневники работы над проектом или учебной темой, фото и видеоматериалы о выполнении заданий, рефлексивные вопросы, тематические тесты и викторины. Вопросы тестов и викторин чаще всего используются учителями для проверки понимания учебного материала. Однако эти инструменты носят репродуктивный характер. Намного наиболее полезными считаются выполнение детьми творческих заданий, в первую очередь различного вида визуализации. Мы не забываем, что имеем дело с младшими школьниками, для которых наглядность играет особую роль. Среди них можно выделить кластеры, ленты времени, облака слов, ментальные карты. Перед вами пример одной из таких карт. Чтобы визуально представить информацию, учащимся необходимо детально переработать довольно большой ее объем, придумать способ ее структурирования. Составление ментальных карт способствует развитию аналитического и критического мышления и служит для формирования таких познавательных универсальных действий, как выделять причинно-следственные связи, рассматривать новые идеи и значения в контексте уже имеющихся, отвергать ненужную и неверную информацию, понимать, как различные части информации связаны между собой, выделять ошибки и рассуждения. Единственным недочетом ментальных карт, как из практики бы я хотела сказать, это неумение детей перерабатывать информацию, взятую из интернета. Дети обычно копируют и вставляют. Большая просьба, когда вы будете в своих проектах в этой стратегии предлагать составление ментальных карт, обязательно пропишите условия для координаторов, чтобы информация была переработана, написана понятным, логическим, детским языком, именно учитывая возраст ребенка. Это обязательные условия. Для проверки понимания и развития познавательных ОУД хорошо подходят и ленты времени. Структурированная таким образом информация способствует получению целостного представления об изучаемых событиях или явлениях, а также позволяет ребенку максимально раскрыть свой личный потенциал и творческий потенциал. Для фиксации внимания на собственном обучении можно использовать и более формализованные инструменты, один из которых представлен на слайде. Для того, чтобы процедура оценивания была максимально прозрачна от начала до конца понятна учащимися, дети должны заранее знать, что и как будет оцениваться. Критерии – это умения, которые подвергаются оцениванию, индикаторы-признаки, по которым дети могут понять, есть ли у них это умение или оно сформировано частично. Этот вид работы способен осуществить даже первоклашка, при условии, если критерии сформированы четко и на достаточном для них языке. Посмотрите, пожалуйста, достаточно простой бланк, индикаторы достаточно простые, детям нужно выбрать красный, желтый, зеленый цвет, прочитать внимательно и поставить значок там, где стоит моя оценка. Этот бланк работал уже неоднократно, и он действительно понимаем детьми первого класса, тем более проект проходил во втором полугодии. И хочу обратить внимание, когда вы будете разрабатывать бланки для этой стратегии либо для любой другой, помните, на какой возраст вы ориентируетесь. Помните, что если это начальная школа, начиная с первого класса, то бланки должны быть очень просты, достаточно понятны, визуализированы, но для бланки для четвертого класса, третий, четвертый класс, конечно, уже более усложнены, но тоже не особо этим увлекаться. Следующее. Демонстрация умений и понимания является логическим завершением работы над проектом. Оцениваются продукты деятельности, портфолио, коллекция продуктов, отражающие усилия, прогрессы, достижения учащихся, работа учащихся в ходе конференции, события, когда учащиеся обсуждают свою портфолио, примеры работы, интересы обучения, его цели и результаты. В качестве инструментов могут быть выбраны листы критериев, листы оценок. Итак, посмотрим на примеры. Перед вами универсальный инструмент. Слово «универсальный» – это значит, этим инструментом можно пользоваться в любом проекте, именно в этой стратегии. Лист готовности к защите проекта. Универсальным мы условно называем бланки-таблицы, которые можно использовать в любом проекте, вне зависимости от его темы или предметной области, но в соответствии с возрастом и степенью с формированностью универсальных учебных действий. Этот лист помогает ученикам взять на себя ответственность за подготовку к защите проекта, позволяет увидеть степень своей готовности, скорректировать свои действия. Бланк распечатывается для каждой группы и заполняется коллективно. В качестве еще одного примера можно привести бланк оценивания итоговой презентации, которая позволит участникам проекта выполнить работу более точно, повысить степень самостоятельности выполнения задания, уменьшая роль руководства учителя. Дети обращаются к нему на протяжении всего проекта, что позволяет им оценивать правильность выполнения задания, и скорректировать итоговую работу в случае необходимости. Как мы видим по таблице, итоговое оценивание включает и взаимооценку групп. Использование перекрестной оценки позволяет сделать ученика активным участником проектной деятельности. Такой вид работы, во-первых, помогает детям лучше осознать требования, предъявляемые проектному продукту, во-вторых, способствует, согласно русской пословице, увидеть соринку в чужом глазу, избавиться от бревна собственной. Ребенку всегда легче найти недостатки в чужой работе и через оценивание работ других участников увидеть качественные характеристики своей работы и исправить имеющиеся в ней недочеты и ошибки. Для организации взаимооценивания особенно удобно использовать облачные технологии, например, гугл-таблицу, как на этом слайде. Это позволит детям выполнять взаимооценку без спешки, тогда, когда это удобно. Обычно в проектах делают так. Лист самооценки и лист взаимооценки пересекаются. То есть, работая над каким-то заданием, дети руководствуются сначала листом самооценки, оценивания свою работу, а затем же по этому листу взаимооценка делается в другой команде. И после этого у ребят возникает вопрос, а все ли они действительно сделали в своем материале, все ли они правильно сделали, они все равно возвращаются и еще раз просматривают, так это или не так. Взаимооценка обычно делается таким образом. Или если это, например, проект на площадке блога или сайта, это может быть комментарий. Также это может быть комментарий, например, в таблице «Шаги к успеху» той команде, которая оценивается. То есть, каким образом вы организуете взаимооценку, это будет уже зависеть именно от вас, от авторов проекта. План оценивания. Я уже услышала, когда начинался вебинар, Елена Григорьевна говорила, что у вас уже есть план оценивания, понятно, что он у вас еще не весь заполнен. Итак, наша работа по формирующему оцениванию будет успешной, если она будет не только глубоко продумана, но и хорошо спланирована. Итак, план оценивания поможет вам убедиться, что вы использовали все стратегии, понять, как использовать те или иные инструменты, избежать перегрузки и перезагрузки, задействовать многократно одни и те же инструменты. Уважаемые коллеги, вот имея большой уже опыт, достаточно смотревшись на проекты, хочу сделать несколько вот таких ремарок, которые вы можете принять к сведению, можете не принимать к сведению, все по-разному относятся к этому. Я, например, не сторонник перезагружать проекты вот именно бланками оценивания. Я считаю, что во всем должна быть мера. И вот если посмотреть вот на этот, например, бланк, то здесь вполне всего достаточно. И прям вот очень много всего делать тоже не стоит. Во-первых, это перегрузка детей, это перегрузка координаторов, которые в итоге потом теряются в этом проекте и могут бросить проект. А мы, как прекрасно понимаем, все-таки хочется, чтобы всем было интересно, и координаторам, и детям, и чтобы все дошли до конца и получили вот именно то удовольствие от проектной деятельности, которое рождается именно в конце от этого успешного взаимодействия. И хочется, чтобы ваши планы работы действительно были такими очень целостными, но разумными. Будет ли оправданное наше усилие? Оценивание должно быть формальным. Если вы не привлекаете детей к самовзаимооцениванию, если желаете, жалеете временной рефлексии с детьми, то результата не будет. Оценивание только в том случае будет формирующим, если дети пережили ситуацию успеху. Увидели собственные образовательные и личностные приращения, проанализировали сами причины своих недач и сделали выводы. Вот именно вот эти слова, по идее, они адресованы координаторам будущих ваших проектов, но также и вам. Вот чтобы каждый ребенок и каждый учитель организовал свою работу в проекте именно таким образом, однозначно вот именно все ваши документы, которые вы создадите по формирующему оценю, должны быть продуманы. Итак, посмотрите, пожалуйста, здесь вопросы учителя. Зачем нам это надо? Ну, сейчас уже у нас, к сожалению, метод оценивания в классе 21 века, сейчас программа Intel уже завершила свою работу, но я думаю, что тот материал, который вам дается вот в этой мастерской, его вполне достаточно для того, чтобы вы могли, по сути, ответить на все вопросы, которые здесь стоят. Я уверена, что у вас все получится, я уверена, что вы найдете время. И еще один момент. Я для вас нашла документы один по формирующему оцениванию. Это план, формирующий план, который я хочу вам сейчас показать. Этот проект проходил на сайте началка.ком. Так, сейчас я его попытаюсь загрузить. Так, ага, вот, посмотрите, пожалуйста, что он из себя представляет. Проект был разработан для учеников, по-моему, третьего класса. Автор проекта Ирина Владимировна Прокудина, «Волшебство алгоритма», возможно, слышали нет. Вот посмотрите, пожалуйста, здесь достаточно всего много. Вот, то есть, по идее, но чем хорош этот план, то, что здесь есть образцы, куда можно заглянуть, посмотреть, как это было сделано. Здесь представлены все стратегии. Обратите внимание, и столбики вертикальные, и горизонтальные, и до проекта, что нам предлагается. Вот видите, таблица ЗИУ, я говорила, здесь она называется ЗИУ. Но это приблизительно в той же стратегии, также из той же технологии критического мышления. В проекте, что мы делаем, да, какие вещи проверяются, и после проекта. Вот обязательно скачайте этот документ, обязательно проанализируйте все вот эти моменты, которые здесь есть. Но убедительно прошу, не надо бездумно нести себе все, что вы увидели и вам понравилось. Еще раз напоминаю о том, что вы всегда должны помнить, на какой класс вы ориентируетесь, это первое. Как вы считаете готовность людей? Если вы планируете работу с опытными коллегами, которые уже давно работают, это одна история. Если это будут новички, это будет другая история. Вы должны будете понимать, что вы должны будете все время давать руку помощи, оказывать руку помощи, и всегда быть на связи, и всегда сами понимать, для чего тот или иной инструмент в вашем проекте нужен, и что он проверяет. Еще раз убедительно прошу, чтобы вы изучили вот этот план оценивания. Я думаю, что много у вас есть уже вариантов, куда еще посмотреть, в каких вариантах и моментах вы можете это делать. Например, бланки оценивания, они могут быть в виде анкеты Google формы. Они могут быть, например, сделаны в виде Google рисунка. Такое тоже может быть, если это первый класс, это очень актуально, первый, второй класс. Это может быть Google документы, это обычный бланк-опросник. То есть всевозможные варианты, которые вы придумаете, чем интереснее это будет, тем лучше. Когда вы будете проверять стратегию демонстрации понимания и умения, не зацепляйтесь, пожалуйста, только на викторинах. На викторинах, кроссвордах и так далее. Помните, что это репродуктивный способ проверки. Можно что-то придумать творческое, можно подумать о том, какие вещи можно по-другому проверить, к тому же моменту подойти, да, по своему вот именно проекту, этапу. Что вы хотите вообще, на какой вопрос проблемный вы отвечаете в этом этапе. То есть вот эти вещи тоже на это обратите внимание. Итак, я заканчиваю свое выступление. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, я готова на них ответить. Сейчас я еще разочек попробую. Так, а вот презентацию поставить еще разок. Презентацию у вас такая останется. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите. Уважаемые коллеги, страшного ничего в оценивании нет. Просто вы должны понимать, что те вещи, которые вы уже знаете, и они есть у вас однозначно, это стартовая презентация, это как бы тот ключик, от которого вы отталкиваетесь. Стартовая презентация всегда обычно встраивает какую-то небольшую игру, какой-то небольшой опрос у учащихся, который мотивирует на общение, на выявление вот тех моментов, которые касаются вашего проекта. Это первое. Таблица ЗИУ, да, она всегда тоже присутствует. Таблица «Шаги к успеху» – это тоже всегда присутствует. И напоминаю, что есть инструменты, которые у нас идут из одного этапа, плавно переходят в другой. Это инструмент на протяжении всего проекта. Следующее. Инструменты, которые проверяют взаимодействие. Это сквозные инструменты. Их можно использовать как в одном проекте, так и в другом. То есть можно создать самим, можно позаимствовать, но не забывая о том, что ссылаясь на авторство. Такое тоже может быть. Итак, я заканчиваю. Если какие-то вопросы есть, готовы ответить. Надеюсь, что все было понятно.